Сегодня Международный день инвалидов. У Гомельской в области таких людей амаль 91,5 тысяча. Прикладно 5 тысяч детей. Наш корреспондент Марина Джалая сустрелась с двумя Александрами. Инвалидом по зроку и колясочником. Моцными духом, жителюбивыми и метанокерованными мужчинами, которые являются собой приклад не только для таких, как сами, а литерально для каждого. Александр Атвиновский працует на факультете математики в Гомельском университете мя Франциска Скарины. Он один из ляпых выкладчиков математических дисциплин в Беларуси. Проблемы с вашим, а меус детство, а ля Кончаткова стратил зрок у студентские годы. Любимая праца, женка и полторагодовый сынок – усе его життя. Ранее, каже, шматшим займался танцами, спортом, а ля зараз на гэта не хапает часу. И гэта, видать, добра, заповнять свое життя, я кажусь, под завязку. Студенты чекают своего выкладчика с нетерпливостью. Александр им за все доветливо усмехается. На жаль, ее не бачить, як широ юнаки и девчаты усмехаются ему в отказ. Я работаю здесь уже около восьми лет, чувствую себя очень комфортно, в принципе, в стихии преподавания. Мне нравится, и студенты очень хорошие. Люди, которые, скажем так, они стараются помогать, по сути-то. То есть обманывать – это единичный случай. Вот я хотела спросить, как раз не хитрят ли они? Это единичный случай. Ну и подсмотреть, понимаете, подсмотреть можно всегда, если ты не учил, объяснить то, что ты подсмотрел, крайне тяжело. Они со мной общаются, они разговаривают, я задаю вопросы, поэтому очень тяжело обманываться. Раз по године наша здымочная бригада уже у новобеллицы. На улице Ильича у однопокаевой кватеры на першем поверсе нас чекает Александр Тимофеев. Спортсмен, колькости у знагорода якого могут позаиздросить те абсолютно здоровые люди. Александра у 17-х годов неудало нырнул и взломал позвоночник. Говорит, что три дни пересенсовывал життем, а потом взял себе в руки и начал будовать життем на ново. Александр – сирота. Это кватера социальная, но она не турма для мужчины. Десять годов он займается спортом – теннис, дартс, армрестлинг, легкая атлетика. А кроме того, працует у шпиталей инвалидов Великой Ачинной войны. Да помогает таким, как сам. В госпитале я занимаюсь именно, называется это «Первый контакт». То есть человек приезжает на реабилитацию, и он еще не понимает, что с ним происходит толком. И я попытаюсь ему рассказать, показать, что люди в коляске тоже живут, люди в коляске тоже любят, люди в коляске занимаются спортом, создают семьи. И рассказываю полностью ему все, что его интересует, как себя вести дальше. В рамках проекта проводили шесть мини-сборов для инвалидов-колясочников. Там мы их обучали, как пользоваться коляской, как становиться на баланс, как преодолевать бордюры, какие-то препятствия, как пересаживаться в коляску и обратно. Полностью все, чтобы человек себя уже начал чувствовать вполне адекватно и вполне хорошо чувствовался в коляске. Продолжение следует...